Современные бетонные столбы новой линии электропередачи уже установлены. Провода между ними натянуты. Заместитель руководителя районной администрации Михаил Каратаев, курирующий вопросы ЖКХ и благоустройства, общается с жителями и отвечает на вопросы. Ревизию и комплексную модернизацию электросетей в Сивково удалось провести в рекордно короткие сроки. Всего за один месяц. При переключении домов надо быть готовым к тому, что вся линия будет отключаться. Соответственно, вы будете со своими соседями обсуждать, договариваться. Чтобы это не по 10 раз выключать, а подготовились и сделали. Для удобства переподключения у каждого домовладения установлен свой отдельный столб. Конечно, новые счетчики и то, что называется внутрянкой, жителям предстоит устанавливать за свой счет. Но эти расходы из разряда не самых обременительных и даже приятных. Конечно, вы сами видите, заменили нам столбы все. Это очень хорошо. Сейчас тянут кабель. Про кабель сказать ничего не можем, не специалисты. Здесь увидим только по факту, что будем иметь какое электричество в доме. Впрочем, месячный срок многим жителям деревни кажется чрезмерным. Также местных раздражают постоянные технологические отключения света, связанные с монтажными работами. И, конечно, все, даже те, чьи договоры раньше предусматривали нагрузку лишь в 3 или 5 киловатт, рассчитывают на увеличение личной мощности до 15. Вопрос простой. Сейчас было озвучено, что жители должны подключаться в соответствии с теми договорами, которые существуют. Ну, хорошо. Допустим, если мы подключаемся, у кого там 3 киловатта, у кого 5, у кого 10, это значит один прибор учета и одни автоматы. Жители должны за свой счет покупать. Это по закону. Это правильно. Мы с этим абсолютно согласны. Но если потом, через неделю, всем подтвердят, что ребята, давайте подключайтесь все на 3 фазы по 15 киловатт, то каждому нужно будет опять заменить полностью счетчик, заменить автоматы вводные и еще заменить кабель, который будет идти из дома на столб. Этот вопрос жители адресуют уже электросбытовой организации. Но ответа на него пока нет. А ведь речь идет не только о приобретении оборудования, но и о неприятной перспективе двойных расходов на его монтаж. У каждого из жителей индивидуальная схема. Каждый житель в свое время подключался по-разному. И это зона их ответственности, потому что разграничение идет по столбу. В начале марта можно будет начинать уже переключаться на новую линию. Ремонт устаревшей лэб Сивкова проводится за счет муниципальных средств. Затем планируется ее передача в электросетевую организацию, что позволит увеличить существующие мощности. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.